Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставите лайки. Сегодня у нас в гостях Роман Николаевич Лункин. Роман, приветствую вас. Здравствуйте, Альберт, приветствую вас, очень рад вас видеть и слышать. Для начала я возьму то, что сейчас накопал в интернете. Ну, не сейчас, готовился к эфиру, посмотрел, что о вас написано. Много интересного написано. А книги и все ваши публикации заняли бы несколько страниц, отказался распечатывать их, потому что, ну, кто интересуется, найдет вас в интернете. Итак, Роман Николаевич Лункин, родился тогда-то, Москва, СССР, российский религовец, социолог, религии, публицист, журналист, доктор политических наук, кандидат философских наук, заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы, Российской Академии Наук. Дальше, дальше, дальше много всего. Главный редактор научного журнала РАМ «Современная Европа». Что еще? Что еще есть по вам? Сейчас, секундочку, секундочку. Ну, по-моему, уже все, поскольку я начинал действительно как вот такой социолог, потом совмещал социологическую работу с журналистикой, публицистикой на разных порталах, вот известных и не очень. И сейчас уже там долгие, уже долгие годы сосредоточился на академической научной работе. А самое интересное, что вот о вас есть отзывы. Положительная целая страница, прописанная в Википедии, и отрицательная. Немного такого встречал, чтобы и то, и другое было. Положительных тоже много, о вас отзываются, но все сходятся во мнении, что вы известный социолог религии. Правильно? Подтверждаете? Ну, это абсолютно правильно, как бы социолог, тот, который исследует, тот человек, который исследует роль вот религиозных организаций в обществе и отношениях общества к религии, к церкви. Собственно, да, я это исследую и использую для этого разного рода социологические инструменты, главным образом живые интервью. Так же, как вы общаетесь, так же и мы с коллегами стараемся общаться с пасторами, с религиозными активистами, со священниками, епископами. И таким образом узнавать не только такую количественную, что ли, информацию, но и качественную. Просто есть вот это разделение на качественные, количественные методы. У нас как раз такая, что ли, качественная социология, в отличие от некачественной. Понятно, понятно. Я вчера брал интервью одного известного социолога у нас в стране, скоро выйдет у нас на канале. Ну, вы второй сегодня, получается, социолог. Но из критических замечаний, вот все, что я посмотрел, за что вас критикуют, вот у одного нашел. Критиковал Лункина за безмерное особое расположение к евангелическим церквям. Ну, особое расположение было связано только, ну, я думаю, что с двумя такими факторами. Один чисто научный, поскольку моя кандидатская диссертация, она касалась российского протестантизма и, в частности, пятидесятничества. Ну, и, как бы, учитывая, что пятидесятниками в России до меня так, именно в научном ключе, потому что были там целые книги, которые писали православные, были какие-то заметки и статьи, но, собственно, такого исследования пятидесятничества не было, именно современного российского. Поэтому я погрузился полностью и в российский протестантизм, так как надо было узнать и различия разных направлений между собой, вот, и понятие, можно сказать, различия этих сотен, вот, значит, разных движений, миссий. И это оказалось интересно не только с научной точки зрения, но и лично для меня было... Эта работа меня захватила. Постоянное интервью, общение со священными служителями. Конечно, это целый такой новый мир, в котором какое-то время я жил, поскольку в рамках нашего большого проекта «Энциклопедия религиозной жизни России»... Расскажите поподробнее немножко об этой книге. Да. Именно, Роман, я вставочку вставлю, именно она познакомила нас. Первый раз на рубеже 2000-х годов вы приезжали к нам в Калугу, мы встречались с вами, и позднее познакомились поближе, подружились, вы писали. И я даже помню, куда-то я вошел, и наша ситуация вошла в какой-то том этой огромной энциклопедии. Да, у нас, ну, энциклопедия мы называем в целом проект, который осуществляется с конца 90-х годов. Это проект по социологическому исследованию религиозно-общественной жизни, отношения церкви и государства, церкви и общества, и церквей между собой в разных регионах России. И, соответственно, где-то с 96-го года этот проект ведет Сергей Филатов, мой научный руководитель и социолог религии. Я присоединялся к этому проекту после окончания Московского университета, исторического факультета, с 98-го года. И, соответственно, с этого времени мы начали объезжать регионов по уфавиту и издавать наши книги. То есть энциклопедия, она такая многосоставная. Первая часть включала в себя такое издание, которое до сих пор, кстати, продается в интернете, «Современно-религиозная жизнь России. Опыт социологического описания». Роман, я бы в конце программы попросил бы вас ссылочку на это, потому что я думаю, вот она заинтересует и многих наших, и епископов, и пасторов разных конфессий протестантских. Ну, основные, как бы, вот епископы, пасторы и руководители союзов, я это книгу раздавал там в свое время. И там второй тон этой энциклопедии под названием «Современно-религиозная жизнь России». Он посвящен расписанию разных движений и посвящен полностью протестантизму. То есть, фактически, ну, 90% вот этого тома написал я сам. Это было в далеком 2002 году. В 2002 году аж это все произошло. Конечно, это немного устарело, но от этого читать еще интереснее, поскольку это то, что на рубеже 90-х, 2000-х годов пасторы говорили совершенно искренне, от чистого сердца, чего руководители союзов часто приходили в ужас. И мне об этом говорили. Как же так? Как вы могли вот это напечатать? Ну, это же было сказано. То есть, никто, кстати, несмотря на то, что там были, конечно, неосторожные высказывания пасторов, но вот к нам, к нашей команде не было никаких претензий, поскольку мы старались их излагать как бы максимально корректно и сбалансировано. Ну и, конечно, вот на этой работе в процессе общения с пасторами мы учились, как лучше излагать этот материал и как правильно, как наиболее что ли реалистично описывать то, что происходит с религиозной жизнью в России. Соответственно, вот вы лично и в вашей церковь, и в описание вашей церкви вошли в атлас современной религиозной жизни России, в котором вышло три тома, где описаны регионы России также в алфавитном порядке. И, кроме того, второй раз вошли в историю в рамках второй волны нашего издания. Эта вторая волна называется «Религиозно-общественная жизнь в российских регионах». Там, значит, Калуга во втором томе, и, соответственно, у нас вышло три тома, но будет всего семь томов, поскольку мы решили растянуть удовольствие, и оказалось, что слишком сложно издавать какие-то большие, очень толстые тома этого атласа, а информации все больше и больше, и у нас появляются какие-то новые свои подходы. Мы излагаем текст более литературно, без большого количества телефонов, адресов и мелких подробностей. И поэтому издание немножко растянулось, но это для нас стало своего рода проектом, вечным двигателем наших научных исследований, источником творческих идей, каких-то новых. На процессе вот этой социологической работы узнаешь много нового, какие направления появляются, какие исчезают, какие новые союзы возникают в рамках протестантской церкви. Что думает о будущем, о христианстве и православии нового поколения священнослужителей и католических, и протестантских, и православных. Здесь это бесконечный источник вдохновения. Но это успешный проект, как вы сами оцениваете? Вот слушая, да, как слушатель, я просто, ну, я вдохновлен, мне интересно самому. К сожалению, нет, вот я не руководитель, так сказать, крупного союза, и мне не досталось в подарок вашей книги, но я обязательно куплю посылочки. У меня, к сожалению, тоже нет уже, как бы, экземпляров, печатных экземпляров нашей энциклопедии, поскольку она уже разошлась. Но я буду держать вас в курсе новых изданий. Я, понимаете, в начале 2000-х годов, когда я был таким молодым исследователем, и социологом, и журналистом, мне казалось, что как-то, ну, никуда мы работаем, что ни до кого это не доходит, тиражи научных изданий не очень большие. То есть у нас, ну, есть тираж, где-то около 2000 экземпляров. И куда вот это все идет, совершенно непонятно. Ну, если в интернете напишешь статью, вот тебе ответят, и ты сразу видишь эффект. А тут непонятный эффект. И я стал чувствовать эффект только по прошествии где-то лет пяти после самого издания. Ну, понимаете, это нормально для такой научной литературы. Литература, она постепенно доходит до людей, до научного сообщества. Постепенно книги цитируются, до журналистов, и, кроме того, до органов власти, до чиновников. Поскольку там долгое время не было никакой другой литературы, которая бы описывала, что происходит в субъектной федерации, вот на таком низовом уровне, то постепенно стали использовать наш атлас. Я стал видеть довольно часто наш атлас, наши книги на полках у чиновников разных рангов. Собственно, это начали использовать в диссертациях люди, которые пишут о современной религиозной жизни России, о любых аспектах, о христианстве, исламе, илудаизме, буддизме, о новых религиозных движениях, поскольку я вот в этом проекте отвечал и за новые религиозные движения, поэтому я по ним тоже походил довольно много. И так что я думаю, что это проект, ну для нас-то он успешный точно, потому что для нас это как бы и в академическом смысле, то для меня это стало делом всей жизни, просто реальным делом всей жизни, поскольку с 98-го года после окончания университета я с этим проектом не расстаюсь. Это уже, видите, сколько лет? 20, даже больше 20 лет уже. Ну вот у меня следующий вопрос. Что вы видите за эти 15-20 лет изменилось в религиозной жизни, в том числе и в протестантском, и в православном сообществе? Ну будем говорить о большинстве, ну христианском. Да, я думаю, что довольно сильно изменилась религиозная жизнь. Конечно, это еще будет предметом такого пристального научного исследования, и, ну это очень хороший вопрос, над которым, конечно, мы с Сергеем Филатовым, с моим коллегой постоянно думаем, размышляем. Но сейчас именно такой переломный момент, то есть мы раньше, например, у нас не было задачи как бы оценить прошедшие 20 лет, но буквально где-то в последний год-два мы стали вести вот такие беседы о том, как изменилось православие, и как меняется протестантизм в современных условиях России. Основные изменения, я бы сказал, такие. Пока, может быть, это так довольно эмоционально будет выглядеть, не в религиовическом стиле, но пока это сложно выразить таким научным языком. Но я думаю, что религиозная жизнь стала намного более энергичной. Намного более энергичной в разных смыслах, и в культурном, и в социальном, и в общественно-политическом. Очень многие, очень многие вот элементы этой жизни, которые, ну, раньше было сложно себе представить, они сейчас существуют. Это и укрепление такой общественной и политической роли там разного рода протестантских церквей. Несмотря на то, что они мало до сих пор представлены в публичном пространстве и в средствах массовой информации, но все равно и в регионах, и в центре власти ощущают силу больших протестантских церквей и союзов. Ну, с этим уже нельзя не считаться. К этому уже привыкли, даже если в конце 90-х я еще мог слышать из уст чиновников, что вот мы от них скоро избавимся. Это вообще там западное поветрие, это все исчезнет. Или там православные епископы так говорили о том, что мы должны этому противодействовать, просто потому что должны. Просто без этого Россия проживет. Ну, теперь уже не проживет. Теперь это стало фактором вот таким общественно-политической жизни России. Помимо этого, изменилось соотношение, значит, социальной роли протестантов и православных. Православные стали даже более активны в социальном смысле, чем протестантские церкви. Протестантские церкви, с одной стороны, укрепились и стали заниматься, как бы, работой, ну, больше внутрицерковной работой. А православные, наоборот, стали открываться по отношению к миру, к обществу. И это стало происходить где-то, это не сейчас, это не связано там даже с карантином, но это стало происходить где-то лет пять назад, вот так активно. Это проявилось и в работе с беженцами с Украиной, и в помощи той, которую православная церковь оказывала во время пожаров, наводнений и разного рода других бедствий. Это и добровольческо-волонтерское движение, которое у православия не было. И сейчас тоже во время карантина православие довольно активно себя показывает, потому что есть сотни гуманитарных центров, тысячи там телефонных линий и психологических пунктов, и пунктов раздачи там одежды, иной помощи, ищем. То есть это все есть православие, то, чего не было в православии еще десять лет назад, сейчас это уже расцвело. Хотя раньше самыми главными людьми в этой сфере были протестантские церкви. А православные, наоборот, могли говорить в интервью о том, что церковь не должна этим заниматься. Церковь — это не социальное учреждение. Нам это чуждо. Нам, марксистам, это чуждо. Но, как говорится, сейчас так никто не говорит. Просто потому, что изменилась психология, изменилось мировоззрение. Вот это как раз очень важно. И еще я бы отметил, собственно, вот такую большую, что ли, политическую роль, политическую роль христианских активистов, ну, прежде всего, протестантов и православных. Почему протестантов и православных? И потому, что, как бы, тут я дискриминирую католиков. Католическая церковь играет, играет огромную культурно-историческую роль. И, в том числе, социальную. Но в силу небольшого количества по сравнению с православными протестантами приходов, социальная роль есть, но не такая большая. Скорее, у католической церкви есть особая социальная роль. Она является таким, как бы, я бы сказал, социальным образцом, с которым берут пример. И очень многие, например, социальные программы, методики и так далее. И протестанты православные берут у католиков. Вот. И только говорят, что нельзя об этом никому говорить, открыто, но переписывать у них можно. Вот. Знаете, ты же Мень сказал тогда, что православию стоит поучиться миссии у католиков, а общиной жизни у протестантов? Ну вот, у католиков стали учиться именно социальные миссии. Миссии, да. А у протестантов, у протестантов, у протестантов скорее, такой молодежной миссии стали учиться. А общинной жизни стало, православие научило себя само, просто общинная жизнь православия стала возрождаться, значит, сама по себе, просто из того факта, что православная церковь, как и всякая крестьянская церковь, основана на общине, на госслужебной жизни общины. То есть здесь, я не совсем согласен, что православная там, именно общинную жизнь, значит, вот рождает заимствовать. Ну, я знаете, в каком ракурсе? Общинная жизнь, местное соуправление, я просто еще не отошел в вчерашнее интервью с социологом тоже. И вот мы говорили о моделях Швеции и других протестантских стран, того же, той же США, где общинная жизнь, она вот наложила свой отпечаток на и государственное устройство. Знаете, что местное соуправление везде развито, только не у нас. У нас еще нет такого, чтобы города, полисы, экклесии, они, ну, занимались тем, чем должны заниматься. Ну, да, но это мне кажется, что немножко другой вопрос, потому что это уже... Конечно, конечно, согласен. ...вотвое государственное устройство, но здесь я вот как раз как бы завершая ответ на вопрос, что изменилось за последние 20 лет, я бы хотел сказать, что изменилось именно и изменится, я думаю, что в ближайшие годы именно политическая роль христианства в России, поскольку и среди православных, и среди протестантов появилось достаточно много людей, которые готовы не просто заявлять о том, что мы патриоты, мы за, вот, значит, родину, мы убираем там дворы, подъезды, ну, вот все, как бы, 2000-е годы, начало 2000-х годов, я слышал только вот это ото всех пасторов. Дворы, подъезды, там, в город мы там метем, участвуем в субботниках. За все остальное мы ответственности не несем. Ну, это было понятно, потому что церкви находились в процессе становления. Сейчас, когда и церкви больше, и пасторы более увереннее, и больше связаны, что ли, с нуждами людей, которые уходят в церкви, и православные протестанты. И, собственно, есть, что защищать здесь, в России, как бы, не так смотрят на Америку, бизнес уже российский у пасторов. Да, поэтому все, кто хотели, детей уже отправили туда, в США. Ну, это действительно была проблема, это даже не присказка, это, на самом деле, довольно печально. Это было целым таким, как бы, фактором наших 2000-х годов, особенно, когда я ездил по Дальнему Востоку и беседовал с разного рода очень талантливыми пасторами, очень интересными. Потом оказывалось, что они уже все, в США, со всей семьей. Ну, я думаю, что сейчас это уже, это уже в основном прошло. Это в основном прошло, остались те, у кого бизнес в России. Бизнес, я имею в виду, не церковь, а настоящий бизнес. В протестантской церкви это все-таки развито, что открыто или прямо, или косвенно у пасторов в большей церкви есть бизнес свой, такой предпринимательский, а не бизнес на верующих, как кто-то может подумать. То есть, духовное, совмещается с таким, с предпринимательской жилкой, это совершенно естественно, это не что-то такое отрицательное. Я, на самом деле, не выступаю как бы против этого. И в церкви, которые сейчас выросли, а пасторы осмелели, конечно, они уже чувствуют, что в состоянии взять ответственность и за свой регион, и за свою страну. и в том числе политическую ответственность. Православные священники уже как бы это чувствовали, это чувствовали и чувствуют, там выступают, в прошлом году выступили по церкви от священников в защиту этих узников московского дела после до московских протестов, и таким образом выразили свою позицию. И, собственно, многие священники сейчас выступают с таким, как бы, с демократическими заявлениями, не поддерживая ни одну партию, не поддерживая там ни Навального, ни там прямо партию власти, но, в общем, выступают с некими такими здравыми политическими заявлениями о будущем России, о том, вот, каким должно быть наше гражданское общество. И пасторы в этом отношении. Я думаю, что еще сыграет свою роль, хотя пасторы оказались более лояльными государству, чем православные. Ну, у меня вот вопрос. Сначала подытожу ваш ответ, да? Я услышал, интересно, в самом начале ответа вы сказали, что протестанты вовнутрь как бы себя спрятались, свое внутреннее устройство, а главное, наоборот, вышли наружу. Хорошо, я услышал. Но вот то, что касается политических, то, что вы сейчас сказали, знаете, может быть, вот эти 20 лет постоянно руководители союзов внушали циц, не лезьте, политика, грязное дело. Это же звучало везде и всюду. И сегодня, вот вы говорите, осмелели пастыри, но все равно слышится, как бы, пастыринки хотят грозными округами сказать, не лезьте, с тем не разговаривайте, с тем не дружите, как бы чего не вышло. Могут ли вот союзы удержать сегодня вот в таком, вот знаете, состоянии рабов? Да, понимаете, да, это вы правильно очень затронули, вот эту вот эту проблему, эту тему. Если раньше эти окрики и предупреждения работали, то сейчас, я думаю, что они работать не будут. По целому ряду причин. В начале перед 2000-х годов, где-то как раз когда была вот эта оранжевая революция в России, то есть в Украине, да. оговорочек у вас, а то еще и привлекут, Роман Николаевич, поаккуратнее. Ну, оранжевая революция в России, это потому, что так называлось одно из моих интервью с пастором Александром Дзюбой, это я до сих пор помню, из церкви посольства Божия. И я, ну, действительно взял интервью, он был представителем посольства Божия, церковь, которая в Киеве размещается, и которая активно участвовала в Майдане 2004-2005 годов. И этот пастор как раз говорил о том, что вот хорошо бы, чтобы и в России произошла такая оранжевая революция, но потом его выслали из России, депортировали. Надеюсь, что это не я послужил таким, как бы, толчком депорта. Но вы знаете, что после него пришел другой пастор, Евгений Пересветов, и того выслали еще хуже. Как я знаю, Пересветову дали аж 25 лет невъездной в Россию, чего не было со стороны ФСБ вообще. 5-10 лет максимум дают кому-то. А Евгению дали такой полчий билет и не за политическую деятельность совсем, а за работу, вы знаете, с социальными, с наркоманами, с другими слоями общества. Да, Пересветову как раз, ну вот, значит, его и представители его фонда Пересветова поймали на вот этой работе с наркозависием, тем более, что там, ну, насколько я, как бы, понимаю, разбирался в этом деле, там, ну, власти в такой роде делах, как бы легко поймать, значит, за руку организаторов фонда и вот эти квартиры, где содержатся, значит, реабилитанты. Это было сделать для власти более или менее легко, вот, тем более, что Евгений Пересветов все-таки у него была такая деятельность на грани политической, поскольку он стремился стать фигурой узнаваемой, участвовал в разных ток-шоу на втором канале. Ну, это годится, значит, для пастора. Ладно, Сергей Васильевич Ряковский в программе там, сегодня вечером или у этого Андрея Малахова, да, но Пересветов, уж извините, чересчур, наверное, да? Да, здесь как раз нужно, чтобы был такой твердый российский паспорт, вот, и вот, и такая борода, как у вас. Вот, вот я думаю, что вас тоже могли бы, значит, приглашать, уже начинать приглашать и участвовать вот в этих программах. По-моему, я Пересветов видел даже в программе «Давай поженимся». Так, я так удивился, так переключал, и вдруг Пересветов в программе «Давай поженимся». То есть он везде, значит, решил засветиться. Это сыграло с ним злую шутку. Так вот, возвращаясь вот к этой ситуации, почему окрик, окрик со стороны руководства сейчас как бы не сработает, и тогда срабатывал. Тогда это срабатывало. срабатывало. И в силу того, что пасторам было больше, ну, было что терять, было что терять, поскольку церкви, очень многие общины находились в процессе становления, либо после миссии 90-х годов ситуация только стабилизировалась во многих церквях. И, в общем, не было такой уверенности там, вот как будет дальше развиваться церковь, и действительно нужно было определенное спокойствие для ее развития, потому что хорошо, если у церкви есть здание, а если нет здания, то это вообще кошмар для многих церквей. Это могут лишить всего, община разбежится, и ты останешься ни с чем. А лишить аренды могут и из-за любого слова тобой сказанного. Вот. Ну, по нашей ситуации вы знакомы, даже имея свое собственное здание и строя вот все 20 лет, 20 лет в судах и не прекращается. И вот попытка закрыть, разрушить все, это все продолжается до сих пор. Да, вот, ну, понимаете, вы лучше другие чувствуете на себе, вот насколько серьезная ситуация может попасть церковь, даже если у нее есть здание. Это здание могут отнимать, и в вашем случае, конечно, это просто уникальная ситуация, когда противостояние по сути церкви и власти длится столь долго и никак не может закончиться. Но если мне удалось сразу отнять, у меня есть надежда на то, что все-таки вас оставят в покое, и какая-либо новая власть, она не будет вот так обращать на вас внимание, оставит вас в покое. У нас, кстати, новый губернатор, выполняющий обязанности, достаточно здравый человек, но надеемся на какой-то диалог, конечно, что выйдем. У нас мэр города сменился, ну, то есть новые лица, как бы, и мы вот имеем надежду такую, что все-таки как-то сядем и поговорим, и нам хотя бы понять, что это, и для чего это нужно, для чего вот это расстояние. Да, вот, ну, многие боялись как раз, и многое споро боятся, но я думаю, что уже намного меньше, это я тоже чувствую, вот когда общаюсь с пасторами, раньше намного больше общались, то есть боялись вот такого противостояния с чиновниками и любого сказанного слова. Сейчас уже страх исчез и у православных перед своим начальством, и у протестантов перед светским начальством. Ну, нет такого страха, как раньше, а страх был. страх был, и это вы сами знаете. И второй мощный фактор, почему раньше Окрик сверху работал, это политические факторы вот этих оранжевых революций. Вы помните, когда в 2005 году прямо была довольно большая пропагандистская кампания по обвинению в протестантские церкви, в том, что это революционные церкви, это западная зараза, которая хочет нашу страну уничтожить. Вот, и, соответственно, это те церкви, которые делали там Майдан в Украине, а потом в Киргизии, в Грузии, ну, там тоже участвовали протестантские церкви, это правда в отчасти, но, в общем, хотели всю вот эту политическую, как бы, волну отрицательную списать на протестантские церкви. конечно, это, в общем, вызвало такое, такой тоже, ну, страх и стремление уйти в себя и вообще, как бы, этого не касаться. Тем более, что, учитывая опыт, как бы, Крыма, я так думаю, что, что большинство, собственно, паствует, протестантские церкви, также, в общем, были против оранжевой революции в Украине и совсем не хотели, чтобы в России произошла такая ситуация. Ну, и, соответственно, патриотизм, ощущение патриотизма требовало резко осудить украинские церкви и происходящее в Украине. Ну, и довольно долго мы и жили всей страной, не только там протестанты, именно украинской политикой. Это стало исчезать только буквально там, ну, года три назад эта украинская политика стала постепенно уходить из нашей жизни. Стала сирийская, крымская, теперь там карантинная, вот какая угодно, там противостояние с Трампом, но все-таки украинская стала уходить и для протестантов это хорошо, потому что здесь вот такая, как бы, была и есть прямая связь протестантизма со страхами о том, что будет, как на Украине, будет такой же хаос. Вот, соответственно, эти факторы исчезли, пастора осмелели, ситуация стала более такой благоприятной, все, теперь, теперь кричи, не кричи, вот вас, вот вас все равно не заставят замолчать, вы все равно будете говорить, так же, как и многие другие пасторы. также будет говорить и с помощью вашего видеоблога и из своих публикаций Юрий Кириллович Сипко, бывший глава Солуза Баптистов, наш самый такой, чтобы смелый в политическом плане проповедник. И здесь показательно, кстати, что Сипко, Сипко поддерживает прямо или косвенно большинство протестантских священнослужителей. То есть, даже те, такие старенькие, старшие пресвитеры Союза Баптистов, которые говорили, что вот, Сипко, он говорит, наносит такой вред нам, они на самом деле тут же говорят, что он говорит правду. Это очень показательно, это очень показательно. Вот такая интересная ситуация, так что мы живем на таком переломе. Так, позвольте себе поднять градус нашего диалога тогда и задам такой вопрос. Как социологу, не знаю, как человек, который наблюдает за нами со стороны, почему церковь боится говорить? Почему протестанты боятся говорить? Где наши люторы? Где наши кальвины? Вот где это все? Ну, я не считаю, что боятся говорить. Я думаю, что уже не боятся говорить. Ответ на ваши вопросы, это вы и есть. Это вы, наш лютор, наш кальвин. Ой, вы так... Вот я назвал Сипко, Юрген Сипко, наш лютор, наш кальвин. Их, ну, вы хотите, чтобы там в каждом, в каждой области России был свой лютор и свой кальвин. Я думаю, что это уж слишком как-то большие ожидания, достаточно как бы двух, трех этих люторов и кальвинов, они уже есть. Куда вам больше? Что вы хотите реформировать с помощью... Если, если соберется там десяток кальвинов и люторов, тогда, тогда мы получим как-то крестьянскую войну в Германию в 16 веке. Зачем вам это нужно? Тогда получится еще с десяток новых церквей. Хотя, насколько вы из церкви технического движения, я думаю, что вы будете только рады, если появится еще десяток разных направлений, которые между собой как-то, то есть, лично пикируются, конкурируются. Я за единство, Роман, я за единство, поэтому я приглашаю на канал разных людей, разных конфессий. Всегда дружил со всеми, это было, конечно, даже в нашей среде как бы удивление чего-то с этими, с теми. А я искренне не понимал, а почему и нет? Мы же христиане. Одна вера, один Господь. Поэтому вот как-то... Это как раз очень хорошо, потому что здесь опять у нас одна из главных проблем в России это проблема межрелигиозного диалога, межкоапсионального диалога. Потому что он у нас довольно странный. И здесь я хотел бы вспомнить, что один из таких людей, которые налаживали этот межрелигиозный диалог и собирали всех, был также мой учитель из Института Европы Академии Наук профессор Красиков, Красиков Анатолий Андреевич. Он ушел из жизни. Да, как раз 21 мая он ушел из жизни на 89-м году. И он как раз собирал разного рода конференции, на которые и вас мы тоже приглашали, где собирали религиоведов и религиозных деятелей. И пасторов, священнослужителей, епископов, отец Элл Чаплин. Он всегда с удовольствием приходил на наши конференции, единственный из официальных лиц. И всегда говорил очень правильные слова. И пасторы чуть не плакали, слушая его. Потому что как же это хорошо. Вот какой же вот оно настоящее православие. Я на некоторых бывал и сидел рядом с вами в общественной палате, но я не плакал. Слушал, внимал. Часто как-то нас сажали рядышком с вами. Да. Но это были как раз особо прочувствованы вот такие священнослужители, которые, видимо, плохо знают православную жизнь и мало сталкивались с русско-православной церковью. Но в общем у нас и сейчас в Институте Европы принцип соединения науки и религиозных деятелей. Во-первых, парах я просто приходил все говаривать, чуть ли не заставлять рассказать о себе для светских ученых сейчас. Это получается более легко. Я надеюсь, что мы сможем осенью 2020 года возобновить после карантина нашей ежегодной конференции. Для нас все-таки намного более важно, чем даже для просто сухих академических мероприятий, более важен личный контакт, такое живое общение друг с другом. И сложность вот этого межрелигиозного диалога, она ярко проявилась в ходе наших посиделок в Институте Европы, потому что оказалось, что нет вообще культуры общения, нет какой-то что ли этики, этики этого диалога между православными протестантами. Все могут читать какие-то доклады, делать официальные заявления, но при этом по-человечески друг с другом не могут прообщаться. и здесь, конечно, мы пытались это все преодолеть, и если на официальном уровне или там Москве, Петербурге еще можно собирать религиозных деятелей, то в регионах такого рода диалог вообще отсутствует. Это, понимаете, это большая проблема. Россия большая многообразная страна всегда говорится о том, что у нас много культуры, много профессий, и есть там межрелигиозный мир и гармония, а как мне поглубже, то кажется, что все конфликты, они где-то скрыты в глубине, нет никакого обсуждения совместных проблем, хотя сейчас уже есть такие общие темы для обсуждения. Прежде всего, конечно, это и гражданское общество, социальное служение, гражданские политические ценности и то, как они коррелируют с христианскими ценностями. Ну, стали появляться площадки, я согласен, да, где мы начинаем рассказывать о фигеологии. Да, я думаю, что вот эти темы мы будем как раз наиболее глубоко обсуждать в ближайшем будущем. Хорошо. Немного другой вопрос тогда. Вот эти трудности, они порой нас сближают. Что я имею в виду, например, вы знаете, эту тему закрытия вузов. И у нас закрыли несколько семинарий у протестантов, и у православных начали закрывать. Для меня, вот как просто для человека, ситуация парадоксальна, что государство, ну, не знаю, вмешивается, нет, не знаю, так сказать, обранадзор, да, государственная структура, когда говорит, вот вы учите, учите, но у вас должно быть это, лишь и у нас закрыли у православных сейчас. Сблизит это нас, нет? У православных приостановили на лицензию на обучение у свято-филаретовского православного и об этом, да. Да, у протестантов у евроазиатской, значит, богословской семинарии, у московской баптистской семинарии, у губанского университета, да, евангельского миссионерского союза в Краснодаре, то есть уже, уже, надо сказать, это все превросло в такую тенденцию. И я думаю, что это все, это все связано с отсутствием какого-то вот такого особого подхода со стороны органов власти к религиозной сфере. И, ну, как бы не вдаваясь в подробности, хотя я даже присутствовал на одном из судов по поводу баптистской семинарии вместе с Петром Валерьевичем Мицкевичем и с их юристом, я был на одном из судов, когда в очередной раз приостановили лицензию баптистской семинарии. Там было, ну, много разного рода придирок по поводу программы, там, кадрового состава и так далее. То есть, ну, как обычно, у таких органов власти формально, ну, вроде бы, там есть что исправлять, формально есть определенные претензии неполитического свойства. Но неформально, учитывая вот эту тенденцию, у Рособранадзора ну, должна была появиться мысль о том, что к религиозному учебному заведению нужно применять другой подход, потому что все-таки у Рособранадзора и у власти цель не закрыть, а цель проверить и чтобы эти учебные заведения в общем соответствовали своему профилю. А так получилось, что стали от богословских значит, программ требовать светского профиля и в соответствии светскому профилю. Но опять же, я думаю, что это общая тенденция, которая появилась и в закрытии учебных заведений и сейчас во время как раз карантина, во время закрытия храмов для богослужений. Это нежелание учитывать специфику религиозной жизни. Ну, могут сказать, что вообще зачем эту специфику учитывать, там те же граждане и так далее, у нас светское государство. Но у нас специфик религиозной жизни прописана в Конституции, в том, что подразумевает под собой свободу совести. Есть отдельный закон о свободе совести, где эта специфика прописана. То есть у нас даже в законодательстве законодательство предписывает и выделяет религиозные организации из общего моря общественных организаций. почему это не учитывается, это другой вопрос, потому что некому это контролировать и некому даже сказать об этом. Понимаете, настолько как бы у нас политическое поле оказалось зачищенным, что даже негде об этом сказать. у нас например не действует фактически ассоциация религиозной свободы. Не действует или действует только по отдельным поводам площадка общественной палаты. Совершенно понятно, что по каким-то проблемным поводам общественная палата у нас не заявляет, хотя это ее предназначение. На площадке Государственной Думы там есть и комитет, который занимается религиозными организациями и раньше еще в начале 2000-х годов туда приглашали религиозных деятелей. То есть по идее там должны были устроить круг до стола. Вот вас туда приглашали хоть раз. Я знаю кто-то из наших был, по-моему Константин Бендес был членом комитета. Да, Бендес как раз долгое время, не знаю как сейчас, наверное, сейчас, долгое время было в составе экспертного комитета при Госдуме, но экспертный комитет он действовал одно время, но потом перестал действовать. и вот получается вот куда обращаться? Кто должен крикнуть на Рособранадзор для того, чтобы они задумывались, что их дело не закрывать, а дело найти подход, если уж такая ситуация со специфическими учебными заведениями. Вот и все. А дело религиозных деятелей не закрывать двери перед экспертами из Рособранадзора, как некоторые делали. даже так. Да. Ну, здесь была вина как бы с обеих сторон в некоторых случаях, но тенденция на лицо. Вы сказали, что занимаетесь еще проблемой старообрядцев. Я сейчас готовлю тоже несколько интервью по истории старообрядческой церкви, потому что Калужская земля известна тем, что здесь у нас Боровский, вы знаете, протопоп Вакум сидел в тюрьме в этой камере, вот, и готовятся большие праздности, по-моему, если откроется все то, что есть. Вот, и сейчас я разговариваю с историками и готовим тоже материалы. Вам интересна эта тема старообрядцы? Да, старообрядцы, ну, со старообрядцами я периодически сталкивался как раз во время наших поездок, я тоже брал интервью и у священников Белокременской иерархии, и у беспоповцев в древнеправославной Поморской церкви, последний раз очень было такое интересное интервью в Новгороде Великом с беспоповским наставником. И старообрядчество также одна из конфессий, которая бурно возрождается. Несмотря на то, что все советские годы и там революции, они сильно подорвали, конечно, старообрядчество, которое играло значительную роль в дореволюционной России и в виде предпринимателей и, собственно, миллионы людей считали себя старообрядцами и имели старообрядческие корни. Конечно, революция все перемешала. перемешала. Но сейчас очень интересно видеть, как возрождаются вот эти общины. И даже для большинства все-таки старообрядцы это такая этнография. Это какие-то общины, которые постоянно умирают. Даже один из наставников он мне сказал, что многие считают, что у нас такие умирающие общины ходят постоянно одни и те же бабушки. И в 70-х, и в 30-е годы ходили бабушки. И сейчас ходят те же самые бабушки. И в 2000-х ходят те же самые бабушки. Какая-то мистика. Какие одни и те же бабушки на протяжении 200 лет ходят и все равно... Долгоживучие бабушки. Может, такой новый термин какой-то. Да, да. Но здесь это связано и со спецификой старообрядчества. Действительно сложно для современной молодежи, может быть, исповедовать старообрядчество, только некоторые могут постоянно ходить на длинные службы и соблюдать все правила. Но при этом достигая определенного зрелого возраста, люди со старообрядческими корнями возвращаются в церковь. Но я бы отметил тут два таких интересных явления. во-первых, это собственно возвращение предпринимателей в старообрядчество или старообрядчество идет к предпринимателям. Это такой взаимный процесс. И многие бизнесмены видят в старообрядцах и определенную культуру, которая им близка, и честную открытую церковь без коррупции с прозрачным бюджетом, где их никто никогда не обманет, без пафоса, который есть иногда у московского патриархата, естественного пафоса, большой национальной церкви. Хотя и при этом здесь интересный момент, почему иногда такие близкие контакты власти, как говорят, раздражают представители русско-православной церкви, контакты власти со старообрядцами, потому что старообрядчество это тоже национальная православная церковь. И патриархат московский, то есть не каниани с точки зрения старообрядцев, это тоже национальная православная церковь с не меньшей традицией, культурой и древностью. Получается как бы две такие альтернативные традиции, конечно, несовместимые по своей социально-политической но при этом видите несколько лет назад президент Путин впервые посетил Рогорскую Слободу. Рвали прямо с моего языка вопрос следующий. Это впервые за 400 с лишним лет? Это впервые произошло, да, впервые произошло. Главах туда посетил. Да, просто всех остальных представителей власти старообрядцы с большим или меньшим рвением считали в общем представителями антихриста. А Путин получается не антихрист уже точно. Вот это мы можем сказать, да. Видите, как оптимистично. Да, но если перекреститься двумя перстами. если Путин перекреститься, то... Не, если вы говорите, это с той точки зрения. А, да, то есть с вашей точки зрения все-таки антихрист? Нет, нет, я не вообще. Президент я спокойно отношусь ко всему. Народ избрал, живем. Бог допустит. Да, ну хорошо, теперь я спокойно тоже. Еще за, сколько еще полагается, еще за лет 12, 18, нет, 16 лет, вот, 16 лет спокойствия до 36-го года, когда проголосуем за Конституцию. Вы, кстати, как относитесь к поправкам Конституции? А я сначала первую реплику скажу. Вот, судя по бабушкам, что если президент еще больше как бы перейдет в старообрячество, то и лет 200 можно прожить, вот, судя по этим бабушкам, которые и сто лет назад были и ходили в старообрячество, и 200. Да, да, ну, тогда, тогда действительно, тогда, может быть, и православие в старообряческом вот изводе внесут в Конституцию, и, ну, тогда действительно заживем, вот, в благополучии и с крестьянскими ценностями. Скажите, вы вот много интервью берете у разных православных священников, интересных людей, и, на ваш взгляд, как они относятся? Ну, вот, вот так вот в простых беседах протестантам, к тем же старообрядцам, например, тот же отец Андрей Кураев, например, вот вы чаплино сказали, да, он ушел из жизни, но я затронул живущих ныне. Ну, к старообрядческому отношение, отношение как к братьям по вере и как к ближайшим братьям по вере, с которыми уже практически нет никаких противоречий, потому что еще в советские годы были сняты вот эти клятвы со старообрядчества, которые были наложены в свое время, и ну, вы, наверное, знаете, что в рамках русско-православной церкви существует как бы особое такое движение единоверие. Это старообрядцы, которые исполняют обряды, потому что в московском патриархате признается и молитва, и обряд, и двумя перстами тоже можно креститься в рамках единоверия. Я в 90-х познакомился с... Роман, Николаевич, я в 90-х был в Сибири, в Томске, и посетил церковь как раз, тогда 94-й, по-моему, вот, единоверческую как раз. Для меня это было, ну, как культурный шок тогда. Я не знал об этом ничего. Да, так что есть, есть как бы специальная такая, что ли, резервация для старообрядцев в рамках русско-православной церкви. Вот, ну, действительно, как бы одни старообрядцы к этому относятся более-менее лояльно, но часть старообрядцев считает, что те, которые уходят в единоверие, подчиняются московскому патриарху, они являются предателями. Вот, здесь есть такое, как бы, вот, непримиримое крыло среди старообрядцев, которое выступает против столь тесного общения с московским патриархатом, которое есть там не только у единоверцев, которые вообще ушли под подчинение патриарху Кирилла, но и относятся критически к политике митрополита Корнилия, главы русской старообрядческой церкви, который периодически встречается с патриархом Кириллом и поддерживает достаточно тесное отношение с властью. Вот, это он встречался и в Кремле, по-моему, у него была встреча с Путиным, митрополита Корнилия, и к этому старообрядцы относятся очень скептически, многие даже отрицательно. Ну, у старообрядцев, они же как бы избирают епископов, и поэтому у старообрядцев в этом смысле как бы полная демократия. Они, практически каждый старообрядец, вот я даже не припомню пример, чтобы такого не было, каждый считает нужным критиковать начальство. Вот это да. Это страдающая черта, такая вот издамно сложившаяся. А вдруг там антихрист, понимаете? Да, понимаю. Тем более общается с такими вот, значит, вас придержащими и с никонианами, которые отступили от веры. А вдруг при входе в Кремль еще и чип какой-то ставят на чело? Незаметный. Ну, вот в этом, в этом смысле, вы знаете, казалось, что старообрядцы, по крайней мере, пока старообрядцы оказались более рациональными, чем многие православные. Ведь со стороны старообрядцев вот пока не слышно такого как бы крика по поводу чипирования, по поводу цифрового пространства и так далее. И это в основном со стороны некоторых кругов изнутри русско-православной церкви. А они со стороны старообрядцев, которые несмотря на то, что их считают такими, как бархаичными, древними и так далее, но они, в общем, достаточно активно используют все блага цивилизации. Так же, как старообрядцы, которые уехали в Аргентину, в Канаду, в Австралию, они вполне все блага цивилизации используют на полную катушку. Поэтому тут нужно учитывать их определенную рациональность, а не приписывать им то, что вот такие дремучие люди. Это скорее у нас очень много мифов вообще о верующих и о религиозной жизни, которые мы в своей работе стараемся развенчивать. То есть вы несете нашу миссию, миссию просвещения, то, что мы священники должны делать, сегодня как-то вот вы перехватили, что ли, повестку, так я понимаю? Ну, почему? У нас повестка, ну, конечно, это все можно назвать просвещением, но повестка у нас немного разная, поскольку у нас же такое просвещение научное, научно-образовательное просвещение, более в академическом... У меня есть взгляд, что наука вышла из церкви, все-таки церковь подвигнула развитие наук. Да, у вас было... Да, это чистая правда. И сейчас также в церкви развивается наука, и, в общем, можно сказать, что, ну, по крайней мере, в рамках русско-православной церкви, достаточно много очень хороших ученых, и, кстати, смотря на всю критику, вот это введение дисциплины теологии и специальности теологии, оно также, в общем, способствовало тому, что в церкви стали появляться дипломированные теологи, это как-то структурировало, что ли, церковное образование, повысило его статус, и ведется и диалог науки религии, в рамках вот общей церковной аспирантуры, которую возглавляет митрополит Иларион Алфеев, здесь вот как бы все в порядке, я думаю, что с этим есть проблема у протестантов, потому что протестанты как-то понимают, не знаю, как вы понимаете просвещение, но большинство понимает просвещение в чисто евангелизаторском таком плане. Да, да, я понимаю, о чем-то. Задуматься о чем-то еще, это вызывает либо скуку, непонимание и в общем, я тоже с этим сталкивался, что там православные они издают научную литературу о себе, а протестанты, например, научную литературу о себе не издают. Что угодно может быть там в рамках просвещения, но этого вообще понимания никакого пока нет. Я согласен, полностью с вами согласен. Но я думаю, что оно обязательно придет. Здесь, конечно, это связано с тем, что каждый такой как бы пастор, он все-таки отвечает за свое собственное движение, за свою собственную миссию, и иногда дальше этой миссии он не видит, ну и в общем он не обязан видеть дальше своей миссии, дальше своей церкви. Это уже как бы другая ответственность. И поэтому, а все-таки в рамках научного осмысления, особенно, например, там в рамках нашего центра по изучению проблем религии и общества, нам же важен некий общий взгляд, это представление о христианстве для того, чтобы собрать вместе католиков, православных, протестантов. если это значит описание евангельского движения, то всего в целом, а не по отдельности там возвысить евангельских христиан, апоптистов нет, или наоборот, или описать всех, но кроме адвентистов. Нет, мы так не можем. Спасибо. Спасибо вам за чем-то. Роман Николаевич, наверное, последний вопрос. Я ни на кого не намекаю. Вы не устали еще от моих вопросов? Да что вы, я только вошел в азарт. Только вошли, только потом не говорите, что только вошел и вы меня прервали. Попробую тогда задать последний вопрос, может быть, мы тогда порежем на хотя бы две части, дадим в двух частях, если это будет очень длинно смотреться. Вы сказали, что вот где-то в 20-х, нет, в 20-м веке было совместное снятие, скажем так, анафем, да, или отлучений у старобрядцев и православных. Недавно вы опубликовали, вот пустили в нашу печать, то, что произошло в Греции, да, митрополит, который на покое отлучил премьер-министра и еще нескольких министров. Интересный факт, и там журналисты какого-то перевод даже сделали, что человек пишет, что реально пострадал. Что вы об этой ситуации думаете? Ну, это, как бы, старобрядческая тема, она отдельно отстоит. Отдельно-отдельно, я просто оттолкнулся от нее. Да, здесь я хотел бы поправить, потому что в 70-е годы это при митрополите Никодеме учители нынешнего патриарха Кирилла по его инициативе были односторонние со стороны московского патриархата сняты анафемы со старобрядцев. Это Никодим Ротов был? Да, Никодим Ротов. Это по его инициативе были сняты вот эти как бы анафемы клятвы со старобрядцев. Но многие старобрядцы, они сказали, что нам от этого не тепло, не холодно. Мы свои анафемы снимать не будем. Взаимно не произошло. Вот, взаимно не произошло. Но, видите, общение продолжается. Действительно, в ходе карантина проявилась достаточно интересная такая вещь. Во-первых, абсолютное большинство церквей по всему миру оказались вполне совместимы с гуманистическим мировоззрением и ценностями гуманизма. Показали, что все церкви это гуманисты. Что ценность человеческой жизни имеет это высочайшая ценность. И поэтому большинство церквей сходу практически согласилось с представителями власти и приняли условия карантина. То есть и даже закрыли церковь для богослужения, вот католическая церковь. Но и у нас, собственно, вслед за заявлением Собянина и Путина патриарх Кирилл также призвал верующих не ходить в церковь и совершать богослужения за закрытыми дверями. И это произошло по всему миру. То есть для церкви действительно ценность человека и человеческой жизни оказалась больше, чем любые другие чисто такие религиозные обрядовые ценности. И это показало достаточно большие изменения в жизни церкви, которые произошли на протяжении XX века. все приняли такие общие человеческие ценности и демократические ценности. Но затем стало происходить нечто странное, стал нарастать конфликт между властями и церквями, потому что опять же церкви ожидали к себе особого подхода, как все-таки институты, у которых есть свое метафизическое мировоззрение, представление о сверхъестественном, о том, что спасение души намного важнее, чем все остальное. Да, оказалось, что светские власти этого не понимают. Ни в Европе, ни у нас вообще этого не хотят видеть. Поэтому стало постепенно нарастать волна недовольства со стороны представителей церкви. Это видно. В Америке многие пасторы просто стали служить и стали штрафовать. Иногда достаточно необдуманно собирать народ на богослужение. В Италии там тоже одного из священников оштрафовали за то, что он проводил такой крестный ход в составе двух человек. То есть он и алтарник с иконой католический священник прошел вокруг одного квартала, его арестовали, задержали, оштрафовали. Соответственно, в Греции вот один митрополит, правда, митрополит на покое, на пенсии, но отлучил от церкви, но все-таки это митрополит, это не рядовой священник, отлучил от церкви премьер-министра и двух министров. Священный Синод в Греции это решение митрополита не поддержал, но я думаю, что они держали как бы в кармане фигу, вот, и внутренне смеялись, что так это произошло, и очень хорошо, что нашелся хоть один человек, который выразил их истинные чувства по отношению к власти, поскольку и в Греции, и в Италии, и в Италии, значит, епископы стали роптать и говорить о том, что в Италии вообще заявили о том, что итальянские власти нарушили конкордат, свободу совести, как это, ну, как и в России многие в социальных сетях священники совершенно справедливо говорили, почему вот на каком-то этапе власти могут договориться со строительными компаниями, но с церквями нет. это вообще там, где это видно, о том, что церковь это хуже, чем супермаркет, чем стройка, чем аптека, то есть вообще церковь была поставлена в один ряд с парикмахерскими. То есть это, конечно, это, конечно, оказалось очень обидно для целого большого сообщества людей, которые ощущают свою религиозную идентичность. Вот это суть конфликта. И такие митрополиты, которые отлучают отлучают представители органов власти, их можно найти условно говоря в каждой стране и в каждой церкви. Правда, все-таки большие церкви, они не любят крайности. поэтому в московском патриархате был отлучен как человек, который призывал вообще закрыть церкви и прекратить богослужение, отец Андрей Кураев, так и человек, который предал анафемию наше правительство, это игумен Сергий Романов в Екатеринбурге, который запретили в служении. Здесь как раз патриархате четко соблюдают баланс. Но как вы думаете, они тоже фигу держат так как бы? И сейчас же еще не было церковного суда, еще и один и второй ждут. Ну вот церковный суд, да, когда уже ослабнет карантин, а может быть и онлайн, но такой суд обязательно будет, но конечно там я бы много отдал для того, чтобы посмотреть, как этот суд будет происходить, но к сожалению, я думаю, что мы только увидим результат этого суда на сайте московского патриархата. Ну почему же? Андрей Кураев, он очень хороший блогер, ведет очень много всего. Может быть, он все-таки телефон как-то поснимает все. Да, но я думаю, что вряд ли его пригласят, потому что будут, ну все понимают, что Кураев расскажет обо всем, что там будет твориться. Ну, наверное, формально его должны вот туда пригласить, но тогда это будет обставлено там максимально формально, без особой дискуссии. И я думаю, что в связи с этим Кураевы не будут предъявлять ничего, кроме вот этого случая, когда он как бы неадекватно отозвался, некорректно отозвался об умершем священнике. То есть Кураевым все, как мне кажется, проще. Но здесь, видите, церковь тоже соблюдает определенный баланс, избегая таких крайностей. Но в большой национальной церкви, которая является русской православной церковью, так как и протестантизм, потому что протестантизм, как евангельское движение, общероссийское, также является своего рода как бы национальным движением, общероссийским. Поэтому среди российских протестантов тоже есть и ковидодиссиденты, и те, которые говорят о чипировании. Так что не надо все сваливать на старообрядцев или там на кого-то еще. Упаси Господи, даже не имел этого в виду, вы же знаете. И те, кто говорят о том, что мы должны вообще все закрыть, полностью подчиниться властям, причастие онлайн, вот, значит, разложили все, благословили, это намного проще, чем у православных, вот, ну, так кажется православным, вот, и мне как православным тоже так кажется, что, наверное, проще это сделать, поскольку и отношение к причастию тоже немножко другое, но у некоторых очень, очень отличается, у других, у других не очень. То есть, здесь все намного проще. Вот, еще, кстати, к теме фундаментализма я хотел бы добавить, что здесь, понимаете, карантин, он позволил проявиться таким, как бы, наиболее радикальным чертам самых разных движений, и это касается и фундаментализма, и представления о цифровом мире, о чипировании, все это сразу, как бы, выплеснуло снаружи, и определенной конспирологии. Вот, и здесь, конечно, один из таких ярких примеров, это движение 40-40. Я о нем много писал, и постоянно говорил о том, что вот с 12-го года в процессе своей эволюции оно превратилось в настоящее общественное движение, большое. Но в результате, по-моему, карантина 40-40, может быть, эти позиции и утратить, поскольку очень сильно ударилось в конспирологию, опять же, и в такую, как бы, радикальную политическую деятельность. Но даже дело тут не в радикальной политической деятельности, а в такой крайней степени, что ли, ухода в мировоззрение, основанном на каких-то заговорах, на заговорах против России. Ну, здесь всегда вот в истории большую роль играет личность Андрея Кормухина, главы 40-40. И это, ну, к сожалению, может плохо повлиять на такую общественную позицию, поскольку общественно-политическую позицию, основанную на конспирологии, на заговорах, в общем, не может поддержать большинство населения, по крайней мере, значительная часть населения. это не является конструктивной позицией в глазах большинства. Поэтому, собственно, это, это я к чему говорю, не потому что, просто хотел рассказать о 40-40. Это хороший, это такой, своего рода, вот пример для протестантских церквей, которые в ближайшем будущем также, я думаю, что будут создавать свои общественно-политические движения. Потому что это уже назрело. В этом я уверен, что такое общественно-политическое движение обязательно будет вот создано с благословения там, высшего церковного руководства или без благословения. Но, вот, ноу-хау, значит, 40-40 изначально, не знаю, как сейчас, оно заключалось в том, что у них не было духовника. То есть, какого-то духовного лидера, который прямо вот их благословляет или или управляет ими, вот такого не было, чтобы всегда быть как-то немного около, около церковного движения, чтобы иметь возможность заниматься политической деятельностью и выходить на манифестации и открыто критиковать власть. Вот, собственно, вот я думаю, что это появится и в православной среде должно появиться, еще несколько таких движений. А у протестантов должно появиться хотя бы одно, если протестанты захотят взять ответственность за жизнь в нашей богом хранимой стране. Да, это Бог. Я не знаю, но может, и вы во пророках сегодня в сон вошли, пророк, и предсказываете, что не как социолог, как верующий. здесь я себя ощущаю таким астрономом. Знаете, астрономы, когда ищут вот эти новые звезды, да, иногда их вообще не видно, но можно по расположению звезд вокруг, по соотношению массы и вот этих спутников точно сказать, что здесь должна быть звезда, поскольку силы притяжения формируются вокруг этой звезды, это совершенно видно, она должна быть просто по науке. Вот я как социолог говорю, что здесь это должно быть. Рано возникло. У меня был последний вопрос, реплика, наверное, наш канал называется «Взгляд с небесным». И мы как-то органично так подошли к этой теме. Мой вопрос такой, чтобы церковь, как соль, не потеряла силу. Вот встаньте на небеса и посмотрите, и дайте нам совет, что нам делать в городах и в селах, нам, верующим христианам, чтобы не потерять силу. Ну, вообще, я думаю, что просто оставаться самим собой. Верующими людьми. Тут никакого особого такого рецепта рецепта нет, потому что в процессе общения верующих с верующими людьми всегда видно, кто открыт, честен, кто верит по-настоящему и живет по вере. И здесь как раз работает то, о чем многие пасторы вообще в сотне своих проповедей говорили о том, что является одним из главных таких принципов миссии в последнее время. Это миссия собственным примером. Собственным примером, это самое главное, это очень хорошо работает. Но главное, что это должно работать не только в смысле чисто евангельской миссии, но и в нашей гражданской политической жизни это тоже должно заработать. Спасибо большое. Спасибо вам. Это канал «Взгляд с небесный», наш проект, новый проект, который мы развиваем. У нас в гостях Роман Николаевич Лункин, религовед, социолог, доктор исторических наук, исторических, правильно? Кандидат философских наук. Политических. Политических политологов. Я на политические темы разговариваю так много. Спасибо вам большое, Роман, очень приятно. И надеюсь, увидимся еще не раз. Спасибо вам большое за вашу позицию и будем отстаивать вашу церковь, ваш храм. Спасибо большое. Благословю вас Господь. Спасибо огромное.